Здравствуйте, о новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давичи и я, Екатерина Зубарева. Смотрите в этом выпуске. Один человек погиб, трое пострадали. Спустя неделю очередной взрыв газа в жилом доме. Эксклюзивный материал из Кикнура через минуту. Власти обеспокоены, что не все представители бизнеса соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Мы выехали в Севориид и проверили. Нечистоплотные соседи или грызуны. Как избавиться от неприятного соседства? А где-то там на юге тепло и хорошо, как пандемия коронавируса отразилась на отдыхе россиян. Впечатляющие кадры из курортных городов страны. Не более 80 дней замена лифтов теперь будет осуществляться по-другому. Очередной взрыв в области. В Кикнуре около 6 утра в жилом трехэтажном доме по улице Сергея Шарыгина взорвался газ. Один человек погиб, трое пострадали. Обрушился один подъезд. По информации правительства региона, 16 жильцов эвакуированы. На месте работают 24 спасателя. Они ведут разбор завалов. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета проводят проверку по факту ЧП. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Абарока. Прокуроры выяснят, как в доме проверяли газ и в каком состоянии была система газоснабжения. По информации МЧС, погиб 63-летний мужчина. 50-летнюю женщину с ожогами на вертолете с анавиацией доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова. Еще двоим пострадавшим оказана медпомощь. Их отпустили домой. Моя коллега Елена Шарыгина родом из Кикнура. Сегодня весь день она обзванивала родных и знакомых. Собрала много эксклюзивной информации. Елена сейчас в студии. Ну и первый вопрос, конечно, Лена. Я надеюсь, что никто из твоих родных в этом происшествии не пострадал. Нет, Катя, мои близкие не пострадали. Моя мама живет в квартале от места происшествия. Но бабушка моего знакомого оказалась заблокирована в своей собственной квартире. 80-летняя женщина живет на третьем этаже в том самом подъезде, где произошел взрыв. От взрывной волны входная дверь вылетела. Она пролетела весь коридор практически до зала. Повезло, что сама хозяйка квартиры в этот момент находилась в другой комнате. Но самостоятельно выйти на улицу она все-таки не смогла. Вот что рассказала ее мама. Подождали, когда спасатели могут туда пробраться. Они пробрались и кое-как ее вытащили. А там обрушилась на лестничную площадку стена от квартиры, которая взорвалась. И потом МЧСники ее там одели. Да, она же тоже одели. В общем, расчистили, почти вынесли. На руках почти выносили. Дом, где издетонировал газ, находится на улице Сергея Шарыгина. Это центр поселка. Через дорогу в соседних домах выбилось стекла. В доме газ не сжиженный в баллонах, а централизованный. Около дома в землю закопаны цистерны с газом, трубы разведены по квартирам. Как рассказали местные жители, запах газа накануне никто не слышал. А профилактические мероприятия газовщики проводили в этом доме буквально несколько дней назад. Больше всего пострадали первые и второй этажи, там, где произошел хлопок. Например, один из жильцов, Сергей Макеров, рассказал, у него в одной из комнат рухнула стена в соседний подъезд. Давайте послушаем, что он сказал. Проснулся, взрывы, пыль, гарь. Взял самое необходимое и в шортах выскочили на улицу. Я связалась еще с одной девушкой. Ее зовут Юлия Гудина. Она живет на втором этаже в подъезде, где был эпицентр. Она тоже не чувствовала запаха газа накануне. По ее словам, сейчас рассматривается несколько версий. Основная утечка газа и человеческий фактор. Пожар, кстати, был, но его быстро потушили, Юлия рассказала. Она в одном халате выбежала на улицу. Там уже были другие жильцы. Оказалось, от шока никто не подумал позвонить в экстренные службы. Юля сделала это сама. В пожарную часть она позвонила в 5 часов 53 минуты. Вышла на улицу, огня не было. Потом немножко там что-то чуть-чуть загорелось, но быстро было потушено пожарным. Был шок просто, я не знаю, что-то случилось, что непонятное вообще. Страшно сейчас, наверное, как-то вот, что будет дальше. И вообще там 18 квартир все-таки пострадал. Сейчас на месте работают следователи. Они возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг населению. Также они озвучили то, что уже удалось выяснить. Установлено, что накануне в квартире, где произошел взрыв, производилась плановая замена приборов учета бытового газа. В связи с этим в офисе Кипмурского участка компании «Газэнергосеть Киров» следователями проведен обыск. Изъята документация, связанная с установкой замены газового оборудования. После холопка в доме почти не осталось целых стекан на окнах и входных дверей в квартирах. Несколько стен рухнули, на фасаде появились трещины. Людей домой не пускают. Дом сильно пострадал. Жильцы надеются на современные технологии строительства. Верят, что их дом отремонтируют. Кстати, здание на улице Сергея Шарыгина – это единственный трехэтажный жилой дом во всем Кипнуре. Его люди так и называют «трехэтажка». Спасибо, Лена. Но будем следить за развитием событий. Надеюсь, что те, кто пострадал, поправятся. Огромное полчища крыс. Это я сейчас о том, что увидели мои коллеги в одном из домов на Юго-Западе. Они там снимали сегодня сюжет по жалобам кировчан. То, что увидели они, повергло в шок. И всю нашу редакцию сюжет готовится к эфиру. Рекомендую посмотреть. Дождитесь. Осталось недолго. В Кировской области от коронавируса скончался 55-летний житель областного центра. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 44. Всего за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Это больше, чем днем ранее. В инфекционных госпиталях под круглосуточным наблюдением находятся 850 пациентов с пневмонией. 41 в отделении реанимации и интенсивной терапии. За сутки из больниц выписан еще 31 человек. Общее количество излечившихся от коронавируса в регионе – 2981 человек. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России предрекает вторую волну коронавируса в нашей стране. Цитата «хоть завтра». Эксперт считает, что это может произойти, если россияне, опять же цитата, «полностью расслабятся». А это, по мнению ВОЗ, уже происходит. В России контактные с коронавирусными больными не соблюдают мер самоизоляции. В отличие от Европы, там с этим все строго. Люди забыли про санэпид-требования, про дистанцию, ходят без масок и так далее. И Киров здесь не исключение. Сюжет Евгении Бакиной – тому доказательство. Правительство беспокойно. Казалось бы, власти разрешили работать общепитую торговым точкам при условии соблюдать санитарно-гигиенические требования. Но рейды показали, что некоторые бизнесмены игнорируют правила. В том числе в нашу редакцию обращались кировчане. По их жалобам мы отправились в свой рейд. Первая точка – магазин на Ленина 79А. Кировчане жаловались, что на центральном входе нет средств для обработки рук, а продавцы без масок. Так ли это – включаем телефон и все фиксируем на камеру. Первое, что заметили – у главной двери и правда нет санитайзеров. А должны быть – подтвердили в санитарном ведомстве. Как и маски на лицах у всех продавцов. Даже в том случае, если нет покупателей. Разметку нам показывают. А из плюсов – есть разметка о соблюдении дистанции. Кроме того, во всех отделах, что очень порадовало, стоят антисептики для покупателей и даже маски. Но это еще не все. Сейчас мы посетим крупный торговый центр, который расположен по адресу Горького, 5. Итак, на одном из входов есть антисептик. Мы им воспользовались, все работает. Чего не скажешь про другие двери, там санитайзера мы не обнаружили. Зато в каждом отделе стоят бутылочки для обработки рук. Берегите себя, обслуживание на кассе без маски запрещено. То есть, вот тоже антисептик можно воспользоваться им. Кругом разметка о соблюдении дистанции, таблички с просьбой, соблюдать положенные полтора метра, а также быть в маске. Продавцы в магазине практически все в средствах защиты, но есть исключения. Наверное, без маски. Девочка без маски. Ну что, пора подводить итоги. Дезинфекторы есть, но правда не на каждом входе. Это раз. Во-вторых, можно обработать руки. Практически в каждом отделе есть дезинфекторы. Насчет масок. Продавцы в масках большинство. Но некоторые эти требования не соблюдают. А теперь давайте проверим, что вообще пить. В нашу редакцию не раз поступали жалобы и на эту столовую. Говорили кировчане, что требования Роспотребнадзора не соблюдаются. Итак, проверим сами. Поднимаемся. На центральном входе есть санитайзер. Можно обработать руки. Соблюдается и дистанция в полтора метра. Для этого руководство оградило диванчики сигнальными лентами. Везде таблички с указаниями соблюдать полтора метра. Разметка есть и на раздаче, где порой бывает скопление людей. То есть, все отмечено, сделано. Пора подводить итоги по общепиту. Мы были в столовой на привокзальной площади. Каких-то явных и грубых нарушений мы не обнаружили. Хотелось бы, наоборот, похвалить официантов и поваров. Они были в масках, несмотря на жару и повышенный поток людей. Для чего все это делается? Если бизнесмены не будут соблюдать элементарные требования, власти могут повторно ввести ограничения. Правда, коснутся они всех, даже тех, кто все соблюдает. А это нужно для безопасности. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с коронавирусной инфекцией не становится лучше. Евгения Бакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. От сферы услуг сегодня требует много. При этом границы могут распахнуть. Россиян хотят выпустить за рубеж с 1 августа. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Открыть границы планируют пока в 9 европейских стран, а также Китай, Монголию, Вьетнам и Шри-Ланку. Между тем, передвигаться по России можно с 1 июля. Жители страны, измученные вынужденной самоизоляцией, рванули на отдых, в том числе в южные регионы страны. Соблюдает ли там кто-то требования Роспотребнадзора и как россиянам отдыхается в условиях пандемии, расскажет Ульяна Ездакова. Судя по видео из Евпатории, погода действительно так и манит выйти на улицу. Туристы отжигают по полной, поют и пританцовывают. Отдыхающих так много, что яблоку негде упасть. Толпы людей прогуливаются по улицам без масок и перчаток. Дистанцию не соблюдают. Все ограничения сняты. С 1 июля россиянам разрешили турпоездки по стране. И, конечно, жители Великой и Могучей не приминули этим воспользоваться. Не стала нарушать традицию из-за пандемии и кировчанка Анна Несифорова. Здесь открыты все кафе, все рестораны, не только уличные гаранты. Открыты детские парки, детские игровые комнаты и даже кинотеатры. В некоторых кафе и ресторанах там сотрудники уходят в масках. В соседней Феодосии обстановка точь-в-точь такая же. Много туристов, отдыхающие загорают на пляже. Гуляют без масок, не соблюдая дистанцию. Очень много людей купается на море, потому что море теплое и действительно погода прекрасная на сегодняшний день в Крыму. Поэтому не создается ощущение, что была какая-то болезнь. Кажется, даже козы и тени соблюдают социальную дистанцию на дорогах Горного Алтая. Что уж говорить про людей. По данным местных СМИ, отдыхающие не носят маски и развлекаются на несанкционированных массовых вечеринках. В самом Алтайском крае эпидемобстановка поспокойнее. Рассказывает собственник местной турбазы Любовь Рубина. Принимать туристов начали только с 27 июня. Достаточно снизился поток. Туристы есть, но их мало. Мы, конечно, надеемся на то, что поток туристов увеличится. И будем рады гостям из других регионов. К слову, число заболевших в республике Алтай, по данным местных СМИ, за сутки увеличилось на 200 с лишним человек. И на сегодня составляет более 5000. Сплеск заболеваемости наблюдается и в Крыму. Резкий рост числа заразившихся COVID-19 власти регионов связывают в том числе и с наплывом туристов. Еще два ребенка в Кирове выпали из окон. В пятницу утром несчастный случай произошел на улице Попова. По данным полиции, родители оставили двух малолетних детей под присмотром старшего сына. Последний не доглядел. Его двухлетний брат смог взобраться на подоконник. Москитная сетка не выдержала веса ребенка. Он упал с высоты четвертого этажа. Еще один случай произошел 8 июля на улице Производственной. Девочка четырех лет выпала из окна третьего этажа. В это время ее мать была на кухне. Оба ребенка получили травмы. В настоящий момент с ними работают медики. Сотрудники полиции в очередной раз просят родителей быть внимательнее. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди много интересного. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Нечистоплотные соседи или грызуны. Как избавиться от неприятного соседства? Не более 80 дней замена лифтов теперь будет осуществляться по-другому. Не упусти свой шанс. До битвы за эфир осталось совсем немного. Девятка ТВ ждет самых талантливых и креативных. Это «Давичи» и мы продолжаем. Более трех тысяч выпускников региона сегодня сдали ЕГЭ по математике. Для проведения экзамена задействовали 67 школ. Отмечу, что пандемия внесла свои коррективы в процесс. Впервые этот предмет сдают не все 11-классники, а только те школьники, кому математика нужна для поступления в ВУЗы. Задания, как и прежде, состоят из двух частей. Первая – базовый уровень, вторая – повышенной сложности. Всего 19 заданий. Они позволяют оценить, насколько хорошо ребята решают уравнение, а также выполняют действия с геометрическими фигурами. А теперь, пожалуй, к одной из самых неприятных с точки зрения видео тем дня. Но если мы посмотрим и скоро забудем, то некоторые живут с этим уже долго. Кировчане жалуются на крыс и тараканов в подъездах, а еще на нечистоплотных соседей. Как с ними бороться, расскажет Елена Шарыгина. Эти кадры появились в соцсетях несколько дней назад. Автор – житель дома номер 46 по проспекту Строителей. Видео свежее, а вот соседство с крысами так не назовешь. Люди видят их каждый день целыми семьями. Мусоропровод – любимое место грузунов. Когда кто-то выкидывает отходы, усатые мордочки появляются тут как тут. Ну, каждый день ходим на экскурсию с ребенком, чтобы посмотреть на мыши, которые живут в нашем подъезде, в нашем мусоропроводе. От 8 до 10 штук насчитали. От больших до маленьких. Я так понимаю, семейство живет там. Жильцы рассказали, грузуны расплодились по всем подъездам. Их травили несколько раз – бесполезно. В управляющей компании на все обращения отвечают одинаково. Звоните в санэпидстанцию и сами заказывайте диротизацию. Дворник, кстати, тоже больших проблем не замечает. А когда в последний раз вы здесь крыс увидели? Ну, может, неделю назад. Может, две недели. Я точно не помню. А это уже другой район города. Улица Некрасова. Грузунов тут не замечали. Но и без них тут живется не сладко. Точнее, неприятно. В доме номер 53 в одной из квартир рассказывают люди. Живет не очень чистоплотная семья. Оттуда жалуются люди. К соседям бегут тараканы, клопы и другая вредная живность. Сейчас на моем лице медицинская маска не только как мера профилактики, но и как средство защиты органов дыхания. Потому что без нее в этом подъезде находиться просто невозможно. Здесь стоит гнилостный затхлый запах. Местные жители говорят, что он идет из этой квартиры. Сейчас мы попробуем поговорить с ее жильцами. После долгого стука дверь открылась. Съемочную группу чуть не сдуло зловонными ароматами. На пороге появился мужчина. Он рассказал, живет тут с бабушкой, никаких проблем ни с запахом, ни с тараканами не наблюдает. После вышла сама хозяйка. С ней конструктивного разговора не получилось. Не понимаю. У вас с тараканы в квартире есть? Нет. А пахнет почему так? А почему так плохо пахнет? Почему все плохо? Таких соседей терпеть не обязательно, рассказал юрист Ян Чеботарев. Каждый собственник квартиры может повлиять на выселение грязнуль из своего дома. Но дело это с одной стороны простое, а с другой стороны надо иметь много времени и огромное желание. Если человек не содержит квартиру надлежащим образом, если он нарушает права соседей, администрация муниципального образования может инициировать судебный процесс, который повлечет лишение права собственности такого неисправного собственника. После чего квартиру продают на торгах. Часть денег уходит на ремонт, остальное – собственнику. Кстати, жители дома на проспекте строителей рассказали, часто крыс у подъезда караулят местные коты. Но охотничий инстинкт заканчивается на стадии выслеживания. К активным действиям мурзики не приступают. Поэтому на естественный отбор люди не рассчитывают. Елена Шарыгина, Алексей Зирянов, Беронова Стейдовича. 575 лифтов в Кировской области должны заменить в этом году. Монтаж проводится по государственной программе. В Кирово-Чепецке 33 лифта сейчас монтируют компания, которой раньше было много претензий, в том числе со стороны обычных жильцов. Так почему ее вновь привлекли к работам, расскажет Зоя Попцова. Высота 43 оказалась не на высоте. Компании с таким названием в прошлом году было много претензий, как со стороны жильцов, так и от компании Куприд. Высота 43 занимается установкой лифтов. Вовремя оборудования запустить не могли, ремонт затягивался. Но все это в прошлом, заверяют руководство компании. В 2020-м в состав учредителей организации вошла новая крупная стабильная компания. На сегодняшний момент работы на объектах, которые должны были сдать в прошлом году, завершены. Все лифты запущены в эксплуатацию, даже переустановили те, монтаж которых был сделан некачественно. Хочу извиниться перед всеми гражданами за несвоевременное выполнение работ. В рамках заключенных контрактов заказчикам жестко ограничен срок. Я лично гарантирую, что сроки будут выполнены, даже будут выполнены раньше, чем прописано в контрактах. Готов нести личную и персональную ответственность, открыт перед всеми гражданами. Ждать несколько месяцев и подниматься пешком до квартиры теперь не придется, заверяют в фонде капитального ремонта. В этом году лифты в домах не остановят до сих пор, пока новое оборудование не будет в буквальном смысле слова лежать у подъезда. Также фонд капитального ремонта в договор подряда внес жесткие штрафные санкции за нарушение условий. При этом замену лифтов будут производить другие подрядные организации. Те контракты, которые были заключены, они должны исполнить. Значит, мы на особом контроле, сейчас у нас находятся все подрядчики по лифтовому оборудованию. Мы детально отслеживаем эту ситуацию. Срок монтажа лифтов должен быть не более 80 дней. За производством работ будет осуществляться ежедневный контроль. В Кирове снова появились лоси. В очередной раз диких животных очевидцы увидели на улице Мельничной. Видео с дикими животными появилось в одной из групп ВКонтакте. На нем видно, как сначала один лось бежит вдоль дороги, а в кустах его поджидает второй. После чего они вместе направляются к лесополосе. И это уже не первый подобный случай. В конце мая взрослый лось бегал по лужайке в микрорайоне Радужный. А в начале июня очевидцы засняли дикое животное в сквере рядом с заводом ОЦМ. Девятка ТВ ищет новые лица. Если у вас есть задатки ведущего, корреспондента, продюсера или автора проектов, тогда приходите на кастинг «Битва за эфир». Он состоится в эту субботу в 11 часов утра. Мы в центре Московская, 4, 4 этаж. Но для начала нужно сообщить свои контакты. Отправляйте сообщения в группе Девятка ТВ. Необходимо указать имя, возраст и номер телефона. Самые талантливые войдут в команду профессионалов на Девятка ТВ. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»